Утро вторника во всех казахстанских городах началось с массового шока. Сегодняшний день, пожалуй, войдет в историю как день очередного финансового краха республики. Национальная валюта неожиданно упала в цене пока на 20%. Если вчера за доллар просили 155 тенге, то сегодня ценник повысился до 186. В банках же курс и вовсе стал грабительским. В некоторых обменниках доллар стоил от 190 до 215 тенге. Большая же часть пунктов обмена с утра попросту не работали из-за отсутствия американской валюты. В это же время глава казахстанского нацбанка Кайрат Килимбетов объяснил причину падения тенге. Национальный банк республики Казахстан сегодня принял решение отказаться с 11 февраля от поддержания курса обменного курса тенге на прежнем уровне, который вчера был, как вы помните, 155,6. И в этой связи мы считаем, что равновесным курсом тенге является новый уровень обменного курса на около 185 тенге за доллар. Еще раз хотел повторить, 185 тенге за доллар. Чтобы не допустить нестабильности на финансовом рынке, национальным банкам установлен коридор колебаний курса тенге по отношению к доллару США от нового уровня. 185 тенге за доллар плюс-минус 3 тенге. Впрочем, для большинства казахстанцев, которые получают зарплату в национальной валюте, эти объяснения равносильны издевке. Я вообще, честно сказать, ожидал это событие, но думал, что это произойдет после Олимпиады. А так, во время Олимпиады, во вторник, ну уже второй раз нас государство радует этим. Неожиданно, февральский денек, такая ситуация, кажется, была 2009 года. Сколько там составит? 25-30 процентов? Я думаю, что мы на эту сумму станем беднее. Между тем, жизнь в Казахстане уже подорожала. В первую очередь, это ощутили автолюбители. Ценники на топливо в Алматы резко подскочили. Литр 96-го бензина теперь отпускается по 195 тенге, а за 98-й придется выложить не менее 258. Впрочем, повышение курса доллара наверняка благоприятно скажется на экспорте товаров за рубеж. У Казахстана есть шанс неплохо заработать, не сокращая рабочие места. Я думаю, что для экспортеров, которые дают больше доход для нашего бюджета, это как подспорье, потому что мы продаем за валюту, оплачивают за труды работников в тенге. Я думаю, как-то повышение конкурентоспособности нашей продукции казахстанской на внешних рынках. И второе, хоть малость, но экспортеры будут, наверное, достойно. Я думаю, что не будет сокращение заработников в Казахстане. Но это понимают лишь единицы. Для миллионов казахстанцев обвал тенге означает скорые трудности и бедность. Поэтому сегодня, сразу после выступления главы Нацбанка Келимбетова, в его адрес посыпались критика и призывы подать в отставку.